известный российский рефери давайте поддержим поддержим на красивый бой красный угол, готовы? в угол, в угол, в угол, пожалуйста красный угол, готовы? в угол, в угол, окей? в угол, в угол, в угол, в угол, в угол. они должны по правилам быть в уголах сейчас ближе-ближе рефери даже был вынужден их развести но, гонг прозвучал и бой начался на кону этого поединка стоит титул серебряный пояс азиатского боксерского совета по версии WBC в первом легком весе или втором полулегком ну, по весу это 130 фунтов или 59 килограммов Для обоих боксеров, вернее, для обоих, наверное, первый значимый титул, хотя до этого они оспаривали также региональные титулы. Жек Сылыков титул ПАБа, ну а филиппинец WBF, WBF это такая федерация, в общем, есть основные WBC, WBF, WBO, есть IPO второстепенная, а есть уже третьестепенные организации. Вот WBF это вот третьестепенная организация. То есть, в принципе, ни тот, ни другой, не оспаривали пояса, пусть даже региональные, но относящиеся именно к основной версии, таким как WBC. Ну и по разным версиям обладание разными региональными поясами, оно способствует, конечно, каким-то определенным бонусам. То есть, для боксеров кто-то выходит на так называемый эллиминатор отборочные бои за уже полноценные пояса, кто-то становится обязательными претендентами и так далее. То есть, все зависит от каждого конкретного случая пояса и федерации. Но, тем не менее, это обладание даже и региональным поясом все равно достаточно престижно и уже в той или иной степени можно говорить о том, что, ну, не чемпион, но носитель пояса федерации как минимум. То есть, уже в рейтингах конкретно данной федерации боксер, конечно, становится в разы выше. Здесь серебряный пояс, поэтому тут сложно сказать. Но у WBC, кстати говоря, в отличие от трех остальных организаций, они публикуют рейтинг не только ТОП-15, но и ТОП-40. То есть, вы можете отследить, в принципе, да, вот как кто на подходе, кто может попасть в ТОП-15, а другие организации такого, таких возможностей не предоставляют. Дело все в том, что виноваты бюрократические, скорее, проволочки, но вот неделя в СИЗО никак, я бы не сказала, что не повлияло на скандального блогера Руслана Содоловского. Разве что теперь он вместо длинных волос носит короткий ежик. Руслан приехал сегодня вечером, а сюда... Мы не видим. Но будет 10 раундов по 3 минуты, так что, возможно, он ближе к середине или концовке боя активизируется и поменяет свою тактику. Потому что сейчас пока такое ощущение, что приноравливается к своему сопернику. Стоп! Здесь там режиссеры трансляции демонстрируют неплохой размен в исполнении обоих спортсменов. Ну и вот здесь как раз Миржан поймал на движении. Примечательно, что филиппинец Ремар Метуда, он должен был боксировать еще в мае этого года в Екатеринбурге. Но по каким-то причинам тот поединок тогда не состоялся. И вот сейчас только в сентябре он приехал на Урал. Он старается повыше держать плечо филиппинец, отстреливаться, когда соперник подходит на дистанцию атаки. Мне еще интересно посмотреть на Миржана Жиксылыкова в последних раундах, если, конечно, до этого дойдет. Потому что у него предыдущий бой был четырехраундовый, до этого шесть лет человек на профессиональном ринге не боксировал. И насколько его физическое состояние позволяет, ну, настолько длинные бои проводить на данный момент. Видно, что Миржан здесь пытается выцеливать. Желудар готовит он правую руку под комбинацию. Но филиппинец пока так отклоняется, сидит на задней ноге и особо не стремится бежать вперед. Хотя вроде как предпочитает атакующий стиль. Ну, во всяком случае, по предыдущим боям. Ну, невысокий темп, особенно для этой весовой категории. Бой делится на такие небольшие промежутки. Перемещение, часть ударов, комбинации, опять перемещение. То есть здесь вот рубки кость в кость, пока мы не наблюдаем. Ну, вот зацепил сейчас Жексилыков справа и хорошо в разрез. Чуть-чуть даже болтанул у филиппинца. Сейчас повезло филиппинцу, что Жексилыков не донес этот удар справа, потому что он как раз точно в подбородок мог бы прийтись, попасть. Отвечает филиппинец. Но уже менее ярко так, вот, хапнув парочку ударов, начал руки повыше держать, прижимать перчатки к вискам. Стоп! Третий раунд! А между тем уже третий раунд. Так, с одной стороны кажется, что боксеры не очень быстро двигаются, по рингу, темп боя не настолько высок, насколько может быть. Но, тем не менее, вот так потихонечку уже третий раунд наступил. Вот здесь впервые за этот поединок выбросил филиппинец больше трех ударов за раз. Ну, на этом дело и остановилось. Показывает каждый раз филиппинец после пропущенного удара, что они ему нипочем. Так, качает головой в сторону Миржана Жиксылыкова, но он показывать может, конечно, все, что угодно. Но удары, тем не менее, он пропускает. Хорошо из угла, тем не менее, сейчас вышел. Скорость есть у филиппинца, но проблема в том, что у него относительно слабая работа ног. Он выбрасывает удары, но просто стоит на месте. Он не подходит при помощи ног, не ставит себя в позицию, чтобы оказаться на нужной дистанции. С прямых ног еще действует практически. То есть у него получается удар больше рукой, а не всем корпусом. То есть все люди, которые так или иначе занимались боксом, приходили в боксерский зал. Первое, что ставят, это доворот корпуса, доворот ноги в прямом боковом ударе. Ну, вот дразнится, дразнится, конечно, он мастер. Показывает, что ему все нипочем, но хотелось бы от него еще и боксерского класса чуть повыше. Ну, что есть, то есть, да. В защите, во всяком случае, кстати говоря, он не так плохо действует. Не сказать, что большое количество ударов же к Сылыков наносит. Ну, вот у самого в атаке у филиппинца получается немного, потому что так же он тянется вперед за соперником. Чувство дистанции нет хорошего такого. Поэтому мы видели эпизоды, когда Жексылыков так чуть-чуть отклонившись уходил от атак соперника. Ну, сейчас после уклона хорошо Жексылыков выстрелял, как раз навстречу попал импульс на импульс. Бой запланирован на 10 раундов. Что касается боксера из Казахстана, который боксирует в стойке правши. У него справа на шортах красная полоса есть. Так можно отличать. Так вот, самое большое количество времени, которое он проводил на ринге, это было 7 раундов. Было, правда, давно, в 2009 году. Его 8-й бой на профи ринге, потом был 9-й в марте 2010 года. И потом перерыв 6 лет. И вот в этом году он вернулся. А вот у филиппинца, у него есть один 8-раундовый бой, который он провел целиком и полностью. И также проходил дистанцию в 10 раундов. Было это в ноябре прошлого года. Против Хайми Барселоны. Красивое имя у его соперника. Возможно, именно с этим связана пока такая не очень высокая активность филиппинца. Он может оказаться бойцом второй половины боя, последних раундов. И наверняка, просматривая какие-то информацию о своем сопернике, он понимал, что у того не было длинных боев. И может быть, имеет смысл затянуть бой в более поздние раунды и там уже активизироваться и пытаться что-то продемонстрировать. Да, но при этом, ох, как здорово, да, сейчас Солодов попадает и справа добавил. Но филиппинец уходит. Пытается ответить. Ну, здесь самое главное в начале много не упустить. Как Хаглер в бою с Ленаром. Ну, тут, да, условно говоря, три, ну, максимум четыре раунда можно отдать, а дальше все. Уже все остальное надо забирать. И то там уже чем позже, то есть ближе к четвертому раунду, уже тем меньше шансов ты сам себе оставляешь. Да, потому что если четыре раунда проиграл, у тебя остается шесть, и тебе все эти шесть раундов нужно выиграть. Сейчас с оттяжки попытался сработать филиппинец, но слишком медленно. Стоп, стоп! Увлекся. Наткнулся на удар и провалился вперед. Стоп! Застоялся уже совсем. Да, в жестком блоке. Но принял удар и пришлось парочка между перчаток. Стоп! Стоп! Пятый раунд. Пятый раунд. Вот так уже и середина поединка. Подходит, напоминаю, что бой запланирован на десять раундов. На кону стоит титул Азиатского боксерского совета, его серебряная версия, то есть как бы вице-чемпионская, по версии WBC. Ну, если в исполнении, давайте счет послушаем. Судья В39-37. Судья В39-37. И судья ЦН 40-36. В пользу кого не сказали. Да, не сказали. Очень странно, почему. Но я смею предположить, что в пользу Жиксылыкова, потому что все-таки он получше, чем его соперник смотрится. Больше ударов наносит. Сейчас слева хорошо попал. Уже не первый раз вот в этой ситуации попадает Жиксылыков. Пытается в разрез отвечать филиппинец. Иногда получается, но достаточно редко. Не хватает количества его этих атак для того, чтобы как-то убедить судей в своем преимуществе. Ну, хотя вот двое судей из трех отдали ему один из раундов. Напоминаю, что по версии WBC во всех поединках, неважно, какой титул на кону. Ну, здесь надо не отпускать. Здесь, если зацепился, здесь уже Жиксылыкову надо идти вперед и додавливать. Ну, посмотрим, додавит или нет. Так вот, если титул WBC на кону, неважно, какая версия, после четвертого и восьмого раундов оглашают судейские записки. Но, правда, эта практика существует только по эту сторону Атлантического океана, потому что в США, в Мексике такой практикой не пользуются. Вроде бы попробовали, но никому не понравилось, особенно и, в общем, решили отказаться от этой практики, поэтому только на территории России, ну, и на территории Европы. И то, кстати, тоже не всегда. В чемпионских боях, по версии WBC, оглашают результаты после четвертого и восьмого раунда. Ну, честно говоря, вот я, например, за то, чтобы не оглашали. Ну, конечно, интрига должна сохраняться, на мой взгляд, так же до конца боя. И, по сути говоря, вот это оглашение, оно ничего не дает. Ну, да, но единственное, может повлиять на то, что если боксер после восьми раундов, скажем, имеет солидное преимущество, он может успокоиться и на тихой волне бой закончить. А второй почувствовал, что проигрывает, активизируется и взорвется. Ну, здесь в боксе так получается, что если один боксер активно избегает поединка, то как раз-таки вот заставить его как-то вернуться в бой крайне-крайне сложно. Чаще побеждает, ну, как бы берет вверх та сторона, которая избегает боя. Ну, в том плане, что ей удается навязать именно свойства. Так, кто выигрывает, примерно какой разрыв в счете. Не так уж и хорошо владеет, потому что пропускает при этом удары. Ну, и при этом, когда ты, соответственно, в оппозитной стойке боксируешь, здесь есть определенные нюансы при работе вот именно в такой манере в защите. Тоже нужно учитывать, потому что если ты левша и против правши боксируешь, то ты очень, если недостаточно высоко правое плечо поднимаешь, то ты открыт под левый крюк в подбородок. И этим, кстати говоря, Жек Сылыков уже неоднократно пользовался, завершая атаки именно левым крюком в подбородок. Ну, тут еще есть вариант того, что приучить, заставить почаще вот поднимать плечо, отрывать локоть и потом в печень наградить хорошим подарком. Потому что так или иначе, но левша, печень поближе туда, сам Бог велел постучать. Я помню, Александр Степанович Калинкин рассказывал историю о том, как они были то ли на матчевой какой-то встрече со сборной Германии, и во времена они выступали вместе с Виктором Агеевым. И у обоих соперники были левши следующие. И они когда обсуждали друг с другом, как кто будет боксировать, Агеев, ну, вообще как по школе, да, если ты правша против левши, правый прямой твое основное оружие. Агеев говорит, а ты попробуй не правым прямым, а левым боковым атаковать. И Калинкин говорит, ну, мне было непривычно, и я, в общем, все равно в итоге бой проиграл. И мне не совсем понятно было, как правильно это делать. Но потом в следующем бою вышел Агеев и показал, как грамотно нужно действовать левым крюком, будучи правшой, против левши. Выиграл бой, причем даже, по-моему, досрочный, если я правильно помню. Рассказывал Александр Степанович Калинкин. Здесь абсолютно верно, ну, просто анатомия в помощь, как говорится. Потому что обычно печень далеко, корпус далеко. То есть у нас слева находится селезенка, туда удар, конечно, болезненный, но не настолько жесткий, его в разы легче перетерпеть, чем четкое хлесткое попадание в область печени. Там очень мало, если вот оно прям попало туда, очень мало людей, которые вообще способны устоять на ногах и продолжить бой. То есть, ну, а даже бывает такой момент, что можно зацепить печень, вот, человек отдышится, а потом второй раз в ту же область, даже через блок попадает, а там уже, как бы, она увеличилась за счет притока крови. После попадания и второе попадание туда уже валит человека на колени, а то и вообще лицом вперед. Ну, вот сейчас как раз Жикселыков продемонстрировал нам, что в корпус тоже неплохо работает, но неакцентированные удары были, как больше обозначил. Да, с самым хорошим попаданием было справа в голову. Очень точно филиппенец раскрылся, опустил руки и пропустил. Здесь здорово два удара наносит Жикселыков. Ну, потихонечку начинает... Удар, потому что удар был точным, причем он, мне кажется, даже его не видел, но глазом не моргнул. Шесть раундов позади, еще четыре остается. Здесь по поводу преимущества Жикселыкова, оно было... Оно у него было, да, но такое, небольшое. А сейчас он уже, как бы, раскрутился, поднял обороты, и его преимущества ощутимы. Ну, несмотря, конечно, на такой довольно-таки крепкий подбородок у Метуды, он в защите... Ну, вот пропустить четыре джеба подряд, ну, довольно странно. Он просто отклонился назад и пытался уходить, уходить назад, подбородок задрал и позволил себя бить. Кстати, в первых рядах вот сидят Алексей Титов и Герман Титов, отец и сын. Герман отец, соответственно, Алексей сын Герман, хотя Алексей тоже сам уже отец. Так вот, они являются организаторами этого боксерского вечера. У них своя промоутерская компания, Титов Боксинг Промоушен. Компания ведет свою деятельность еще с 98-го года. То есть одна из старейших, можно сказать, в российском боксе промоутерских компаний. Ну, и как раз Герман Титов отмечал тот факт, что будет стараться чаще привозить бои и устраивать бои именно на Урале. Ну, это хорошо. Я напомню, что именно Титовы организовали бой Сергея Ковалева против Айзека Челембы в Екатеринбурге. 11 июля этот бой вы могли видеть в эфире наших телеканалов, телеканалов холдинга «Матч». Ну, а, кстати говоря, о телеканале «Матч Боец» подписывайтесь на официальную группу ВКонтакте нашего телеканала, где можете смотреть новость, узнавать расписание трансляций, различные видео, также замечательные выпуски «Моменты недели». Так что подписывайтесь на группу телеканала «Матч Боец» ВКонтакте. Там достаточно интересно поклонникам единоборств. Неважно, бокс, это ММА или же другие виды единоборств. Судя по тому, как Жек Сылыков сейчас действует, соперник для него уже не загадка. Просто вопрос, попадет он в него жестко? Или так будет потихонечку каждый раунд забирать и доведет дело до логического завершения? Ну, мы видели уже жесткие попадания от Жек Сылыкова, но филиппинец их держит абсолютно спокойно. Ни разу он не был близок к тому, чтобы, мы могли сказать, что вроде бы потрясен, да? Таких моментов не было. Даже вот сейчас, да, подбородок пропускает, точный удар. В общем, удар он этот не видел, потому что свою атаку в этот момент проводил, но все ни по чем. Ну, напомню, что у Жек Сылыкова 9 боев, 9 побед, одно поражение, и из этих 9 побед только 4 досрочных. То есть, в этот момент, фоксировал в Казахстане, один бой в Кыргызстане провел. И как раз перед перерывом своим шестилетним, с 2010 по 2016 год, соответственно, он провел бой в США, в Хьюстоне, штат Техас. Ну вот, наконец-то, филиппинец выстрелил. Не часто он это делает. Да, выстрелил, но при этом... Раз в два раунда. Да. И, ну, даже в этот момент левый боковой нанес Жек Сылыкова, и потом еще накинул. Еще один левый боковой в подбородок. Ну, филиппинца хватает в начале раунда, я так отмечаю, как раз. Он один-два хороших удара наносит, и потом весь остальной раунд отбегает. Старается отбегать. Если вот смотреть на официальную статистику, да, потому что, сами понимаете, все поединки этих боксеров посмотреть невозможно, потому что просто не все они есть на видео. Вот если в статистике верить, то и Метуда один раз в карьере побывал в нокдауне, и Жек Сылыков тоже однажды в карьере был в нокдауне. У филиппинца нет поражений на данный момент, Жек Сылыков один бой проиграл. Как раз это прошлый поединок в этом году, но этот бой был после длительного перерыва. Мне сейчас видно на этом плане было, что, несмотря на небольшое количество выброшенных ударов, тем не менее, левый зацеплял, правый, Жек Сылыков, филиппинец, у него под левым глазом гематома открылась. Ну, не открылась, а так, нарастает потихонечку. Мини очень понятен план филиппинца, потому что сейчас уже восьмой раунд. Если вначале можно было предположить, что была идея затягивать бой в поздние раунды, то сейчас он также отстреливается редкими ударами, встает периодически в углу, смещается он большую часть времени в левую сторону. Ну, какой у него вообще план на бой? Так вот и непонятно разгадать, потому что атакует он довольно-таки мало и в то же время с позиции контрпатчера тоже не действует. Ну, может быть, и был план действительно, как боксеры любят выражаться, затащить в глубокие воды в поздние раунды, а потом нажму на газ. А когда нажал на газ, оказалось, что в бензобаке-то пусто. И такое бывает. Человек, тренер-катман, помощник тренера, а вот у филиппинца водой его поливает и рассказывает, и полотенцем обмахивает. И вот ваша поддержка! Если кто-то думает, что бокс это только миллионные гонорары, многомиллионные, нет, друзья. На самом деле миллионы в боксе. Так, в глаз, что-то попал. Или головами столкнулись. Ну что ж, хоть нам и не объявляют, в чью пользу этот счет, я думаю, что счет этот в пользу Мержана Жексылыкова. Так что, в принципе, он практически гарантировал себе победу в этом поединке, ему самое главное, ну, не уступить нокаутом в оставшиеся два раунда. Ну, или как-то не травмироваться так, что не позволит продолжать бой ногу, например, как-нибудь подвернуть неудачу. Ну да, так вот, возвращаясь к теме гонораров, нет, миллионные гонорары за бой, на самом деле, в мировом боксе получают, ну, примерно 20-25 человек, да, из десятков тысяч боксеров, которые проводят свои поединки. А также Руслан Проводников рассказывал, когда, ну, в глаз попал здесь, уже Сулыков и головой они столкнулись, здесь уже филиппинец совсем завис, потерялся в этом раунде. Так вот, Руслан Проводников рассказывал о том, что когда он приехал в зал к Фредди Роучу, он был молодой, голодный, но также, говорит, было огромное количество вот ребят из Юго-Восточной Азии, из Филиппин в частности. Говорит, я вообще, говорит, не знал, в чем они тренируются. Какие-то, говорит, драные там кроссовки, перчатки какие-то такие, на ладан уже дышат. Мне, говорит, а вот они пытаются все куда-то пробиться, куда-то встать. И он, в том числе, в начале своей карьеры именно в США был на тех же самых позициях, пока не стал проводить яркие бои. Ну и, в частности, тот самый яркий бой с Тимоти Брэдли, после которого он уже стал, хоть несмотря на то, что проиграл, стал быть более привлекательным для их каналов и для зрителей, и его стали узнавать. В общем, стал звездой первого масштаба. Ну, не совсем звездой, но стал известным уже. Этого парня узнали, кто он такой. Звезды тоже разного, как бы, да? Калибра. Калибра, да. Поэтому, скажем, что все-таки Руслан тоже на этом звездном небосклоне оказался. У нас предпоследний раунд уже подходит к концу боя за титул азиатского боксерского совета. У него серебряная версия по версии WBC. Такой сейчас был странный момент сейчас был. Филиппинец двойку нанес, и Джекселыпов, он застоялся, встал, так, голову опустил. То есть, если будет Филиппинец побыстрее, он бы еще несколько ударов бы нанес. Потому что рука была опущена, голова опущена, не смотрел Миржан на своего соперника. Может быть, и сил уже не так много, да? Потому что мы видим, что Филиппинец делает большие паузы между своими атаками. И по большей части это одиночные удары. А это Евгений Городович сейчас прошла тейпировка. Теперь супервайзер опечатывает тейпировки. Проверил, что все нормально, никакого гипса, подков, филиппинцовых ставочек нет. Ну и теперь его соперник, Исабио Асехо. Кто-то... ...и господа, финальный раунд чемпионского боя! Помню, в Нью-Йорке поединки, когда проводились, на тейпировках у боксеров было написано «ВАЗ». Очень многие интересовались, почему «ВАЗ», что это вообще означает, имеет ли вообще какое-то отношение к российскому автопрому. Но просто на самом деле оказалось, что это фамилия одного из ответственных лиц, который как раз следит за тейпировкой. И он просто пишет на тейпировке свою фамилию. Ну что ж, заключительный раунд. Хорошо, жестко атакует филиппинец, наносит точно удары, которых он немного, на самом деле, нанес по ходу этого поединка. И он проигрывает. Мы уже знаем, по итогам восьми раундов нам объявили официальный судейский счет. Там было солидное преимущество Жиксылыкова. Хотя нам не объявляют, да, в чью пользу. Но, собственно, по картинке боя, я думаю, что понятно, в чью пользу. Так же, как и в предыдущих трех минутках, вот пытался здесь в самом начале раунда филиппинец что-то изобразить, даже попал. Но потом очень быстро сдулся, и опять картина боя пришла именно к той, которую мы все и наблюдали. То есть, стоит два-три удара пропустить филиппинца, он застревает, начинает пятиться назад, и уже в ответ очень мало бьет. Такие одиночные попытки достать своего соперника. Ну, одним джебом, и настолько редким джебом, даже не сдвоенным, тут никакого смысла даже не было. Просто имитация активности скорее. Здесь заметно, насколько уже удары стали легче. Практически ни тот, ни другой боксер в них не вкладываются, просто набрасывают уже. Ну, осталось 10 секунд до окончания поединка. Здесь уже и сил нету, и смысла большого нету пробивать силовые акцентированные удары. Закончен поединок. Нам остается услышать официальное судейское решение. Судья Астахеев, 99-91. Судья Болдырев, 99-91. Судья Акилунин, 92-98-92. Единогласным решением судей. Одержал победу и стал чемпионом WBC ABCO Silver в суперполулегком весе Миржан Жаксылыков. Миржан Жаксылыков завоевывает пояса азиатского. И его сопернику он мужественно сражался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok